Соединение трикотажа и ткани будет не очень хорошим. Почему? Потому что трикотаж, вот здесь он тянется, а здесь он может быть наоборот как-то собираться. Не знаю, видно или не видно. Поэтому мы предварительно, перед тем, как будем работать с трикотажем, мы его приводим в то состояние, ну как бы идеальное. Даем ему вылежаться, даем ему как бы усесться так, чтобы он принял ту форму, которая у него минимальная. То есть та форма, которая уже не по виде оптимальной, минимальной, да. Оптимальная форма для того, чтобы, так как вот он у нас, если мы будем, ну как бы если он у нас долго лежал, то он принимает вот какую-то определенную форму. Лифт должен быть, если в обтяжку, то того размера, который должен быть у нас вот для того, чтобы лифт был в обтяжку. Потому что может быть нужно, чтобы он был натянут и как бы подчеркивал все достоинства. а кто-то, может быть, хочет, чтобы он был свободненько. Поэтому вы выбираете того состояния, вот это все, в котором вам нужно. И мы используем очень простенький прием. То есть считаем, что у нас вот это все уже вылежалось как следует. И мы берем скотчиком, вот так вот заклеиваем. И дальше мы здесь по нему проводим линию, по которой будем пришивать. Проводить линию обязательно, потому что под скотчем достаточно тяжело будет видно, когда мы сложим ткань с вот этим, с трикотажем, то будет очень трудно видеть, где у нас находится линия пришива. То есть вот она внутри, белая на белом, вообще практически не видно. А когда мы сложим, будет еще во много раз хуже. И дальше мы берем ту основу, которая у нас есть, ткани, и просто ее в какие-то мелкие складочки закладываем. Вот я для примера просто сделаю, что на глазок так вот эти складочки набросаю. А вы уже смотреть будете сами, что вам нравится. То есть этот способ мы можем использовать для шитья любых детских платьев. Мне это очень нравится. Я вообще люблю платье и в стиле ампир, когда идет от груди, и по талии можно использовать этот способ. Единственное, что нужно правильно распорядиться с вот этой линией складок, чтобы она все-таки талию не утолщала, то есть ее не сильно загибать. Вот когда мы все это сделали, складочки там запариваем, не запариваем, там как получается, закалываем, чтобы они у нас не разошлись при прострачивании, либо прометаем, смотря какого качества у нас изделия. То есть можно так, чтобы как корден шил там, когда даже подкладку руками пришивали. И мы лицо на лицо накладываем вот это у нас лицо, и это у нас лицо наложили. И Наталья говорит, что если сложная ткань, то можно сначала приметать, а потом скотчем заклеить. А ты имеешь в виду, какую ткань приметать? Ну, трикотаж нельзя потом пришивать. В смысле, он должен на ткани уже улечься. То есть мы же его уже в таком состоянии, как будто у нас ткань. То есть он уже не поведет никуда. А если я буду по нему накладывать потом, то его поведет. Ну, в общем, Наталья считает, что можно по-другому. Я бы по-другому не стала. То есть у меня свой шитейный опыт таков, что я бы сделала так, как я вам рассказывала. И теперь, четко видя вот эту линию, мы по ней просто-напросто прошиваем. Вот у меня получилось, что получилось. Все бы хорошо, но у меня вот здесь остается шов, который я либо должна в эту сторону, в верхнюю сторону, либо в нижнюю. Причем скотч, вот я хочу сказать, что он снимается очень легко. Самое важное – это не прошивать дважды по нему. Вот если он где-то прилепился, вот у меня вот здесь вот он чуть-чуть отошел, я его все равно отрываю аккуратненько, чтобы у меня в ноль, чтобы у меня нигде не было. То есть если бы я вот это не приколола, то пока я наметывала, у меня бы 10 раз все вот эти линии ушли, и все бы разошлось. Вот у меня получилось идеально пришитая трикотаж и ткань. Он у меня уже того состояния, которого он должен быть на платье. Но единственное, что остается вот такой вот некрасивый слой, с которым вот как бы нужно бороться каким-то образом, потому что его, либо если застрачивать его вниз, то по складкам будет идти достаточно большое утолщение, во-первых. Во-вторых, эти складки, вот они все будут расходиться, и не очень красиво. И если я наверх застрачиваю, то как бы вот здесь вот по трикотажу тоже может быть не очень красиво будет. Но на самом деле это каждый решает для себя, красиво мы или некрасиво. Может быть… Подожди. Можно, в принципе, вот прошить и посмотреть, что получится. То есть я беру, оттягиваю ткань и просто прошиваю. Вот можно и так сделать. В принципе, нормальный вариант. Здесь с этой стороны мы обмотываем и подшиваем к трикотажу. Но есть еще один вариантик, который сейчас я вам покажу. И дальше я беру, делаю то же самое, но с небольшой такой как бы помарочкой. Я на вот этой бейке. Это причем у меня бейка не косая, а либо горизонтальная, либо вертикальная. Та, которая четко у меня будет держать форму. На ней нужно провести либо столько, сколько вам нужно. То есть та шириной, которую вы хотите сделать вставочку на вашем платье, на вашей юбочке. Вот я сделаю шириной с линейкой, только для того, чтобы было побыстрее, попроще. И теперь я накладываю планочку, прикрепляю чуть-чуть, чтобы не унесло ее при пришивании. И прострачиваю. Теперь беру точно так же, как у меня был трикотаж. Беру на изнанку. Считаю, что у меня образец вылежался. И точно так же провожу к нему линию. Могу на любом расстоянии. Мне главное, чтобы эта линия была горизонтальная. И дальше я соединяю мою линию, которая у меня вот здесь на вот этой оттачке, с линией, которая у меня на трикотаже. И соединяю я их четко по линии. Втыкаю в одном месте, вытыкаю здесь, втыкаю, вытыкаю. Именно соединяю две вот эти линии. Вот. Я наметала. У меня линии булавки точно проходят по линии потопа, которую я захотела. И теперь я вот так, в поперечном варианте, все это закалываю. Все это соединили. И теперь я точно так же прошиваю, как если я... То есть это все-таки какой-то вариант отделки. Поэтому, как многие говорят, что ну все, сейчас посмотрели, теперь на всю жизнь платьев себе наготовим, наверное, все-таки и не получится. Это в стиле ампир, когда там все платья заключались в том, что длинный подол, все остальное не важно. Но у нас здесь так вот не получится. И вот у меня получилось так, что между двумя слоями у меня, между слоем складочек и тканью у меня появилась вот такая прослойка. Сейчас я снимаю скотчик. И после того, как мы вот это сделали, я теперь могу любым вариантом закрыть... Так, сюда. У меня вот здесь эти мои складки, они могут быть закрыты вот этой линией, вот этой тканью, которая у меня сверху идет. И таким образом получилось, что я выдержала, и с одной стороны выдержала линию, вот эту соединительную, у меня она ровненько с ширину моей линейки. А с другой стороны, вот эти складочки, они у меня все ушли, вот эта вся бахрома, мне даже их не надо обшивать, они у меня все ушли внутрь. И эта декоративная линия может быть как декоративная, реально, если вы ее сделаете какого-нибудь контрастного цвета, либо же эта линия будет прятаться под кушак, под ленту, под пояс, под что-то другое. Вот. И мы соединили таким образом трикотажное изделие и складки. И трикотажное изделие, и складки. И с обратной стороны у нас ничего нет, у нас все спрятано, только по самому краю у нас прошита трикотажная основа.